Старт празднованию дала торжественная церемония подъема флага. В полдень все собрались у сквера имени Ивана Губкина. Здесь торжественно развернули триколор, как уважение к стране, к заветам предков и их побед. Бело-сине-красные ленточки, флаги, в цветах триколора в этот день весь город. Это символ неразрывности и тысячелетнего пути Отечества, национального единения великой истории и общей ответственности за будущее нашей Родины. Главной площадкой праздника стала сцена у городского дома культуры «Олимп». В этот же день к жителям обратился глава города Андрей Бондурко. Сегодня день самой прекрасной и великой страны. День нашей России. Наши завистники никогда не дают нам забыть то, что наша страна самая сильная и независимая. Но, как говорит наш президент, мы никому и никогда не позволим, чтобы нам диктовали, как развивать наше общество. Друзья, каждый из вас на своем месте увеличивает достижения России, укрепляет наши победы. Мы помним, сколько сделали для нашей Родины все предыдущие поколения ее защитников. И в наши дни губкинские бойцы достойно несли и несут службу. Сразу после поздравления Андрей Бондурко пяти горожанам, участникам специальной военной операции, вручил медали ветеранов боевых действий. А двенадцати юношам и девушкам главный документ, удостоверяющий личность. Я очень горд и рад, что мне вручили такой документ важный именно в День России 12 июня. Ощущения просто невероятные и я не могу передать эмоции. День России связан с историческим событием, принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. Тогда же нашей стране было дано и новое название – Российская Федерация. Праздник символизирует становление страны и обретение ею политической и экономической самостоятельности. Мы любим нашу огромнейшую по площади страну. Мы гордимся ее выдающейся историей и величайшими достижениями. И я верю, что эта любовь всего многонационального народа, наше единство, оно позволит стране победить любые вызовы и уверенно двигаться по выбранному курсу развития и высоких достижений. Эмоции зашкаливали у всех горожан. В честь праздника, песни и танцы были запланированы весь день. Сначала народ гулял на площади у Дома культуры «Олимп». Настроение отличное, рада за всех, рада и за наше поколение молодое. Очень приятно, что вручали паспорта, это символично. Для меня это самый главный, самый важный праздник, который вообще отмечается в нашей стране. Конечно же, мы сейчас особенно в непростое время должны особое внимание уделять воспитанию молодого подрастающего поколения. Воспитание должно быть духи патриотизма. И это такой праздник, когда мы показываем свое отношение к нашей стране, как мы любим Россию. И мы гордимся тем, что живем в этой замечательной и самой лучшей стране. Затем праздник переместился в микрорайон Пурпе. На площади у ДК «Строитель» можно было поучаствовать в мастер-классах, разукрасить гипсовую матрешку или триколор. А творческие коллективы учреждений культуры радовали горожан своими яркими выступлениями. И настроение в этот день у всех совершенно особенное. Ощущение единства и гордости за свою страну, которым хочется делиться с каждым. Это самый лучший праздник в нашей стране, самый дорогой. Очень и очень любим нашу страну, гордимся нашим президентом. Я хочу поздравить всех наших горожан с этим праздником гордости за Россию. И пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. В этот же день губкинцы приняли участие в вело- и автопробеге. Участвовали более 50 человек. Здесь участвуют многие жители нашего города. В данном случае это боевое братство, союз пограничников, союз десантников, участники специальной военной операции. Здесь мы показываем единение, единение всех. Ежегодно этот день губкинцы наполняют положительными эмоциями. Ведь наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией и уникальным духовным богатством. Елена Канина, Денис Гонцов, Никита Мищенко. Новости Губкинского.